Многодетные семьи городского поселения Кубинка и сельского поселения Никольская давно ждали этой встречи. Оно и понятно, ведь с ребенком добираться до районного центра далеко, а решать вопросы необходимо. Одной из самых важных тем для обсуждения стало медицинское обслуживание многодетных. Мамы поделились проблемами, с которыми приходится сталкиваться, и предложили свое видение их решения. У нас нет реабилитационных центров, где можно пройти реабилитацию. То есть ЛПК, массаж, физиопроцедуры, возможности бассейна какие-то, логопеды, психологи. То есть ничего. Остается открытым и вопрос по поводу Старогородковской детской поликлиники. По имеющейся у родителей информации, ее собираются закрыть. Участникам круглого стола пояснили, что планируется делать в ближайшее время по этой теме. Это здание, оно включено в государственную программу развития здравоохранения на ремонт. Но вы сами понимаете, что даже на период проведения ремонта, и в любом случае, здание, которое не соответствует ни по коммуникациям, ни по нормам площади, современным требованиям. Мы там были не один раз, мы проводили встречу с мамами, да, поэтому, конечно, планируется перевод. В ходе встречи прозвучало предложение активным родителям объединиться в общественную организацию для эффективного решения насущных проблем. Было бы очень здорово, если бы, ну, во-первых, родители соберутся, как и делают у нас в Одинцово, очень активные родители, они соберутся здесь и организуются, да, и мы поймем, что вообще происходит с этими детьми. Есть дети лежачие, мы каждый год их поздравляем, мы знаем их, мы лечим, но я думаю, что это было неплохо начать, как первый пилот здесь, Кубинка и Никольская, а потом, может быть, двинется, можно там, Голицыно, Малые Веземы, да, потому что район достаточно большой. Обсуждаемыми темами также стали распределение бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря, качество образования, жилищные условия многодетных семей в Кубинке и Никольском, вопросы поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, выдача земельных участков и проблемы их освоения.